Мне тут сказали, скажите пожалуйста, почему вы так растолстели и постарели? Все молодеют и худеют с возрастом, а одна Мельникова толстеет и стареет. Десять лет назад я была в два раза меньше. Артистка едва не загубила карьеру, пойдя на поводу у супруга и став домохозяйкой. После развода Анастасия Мельникова окунулась в работу и прославилась благодаря ролям в криминальных сериалах. Но удалось ли ей наладить личную жизнь? В конце 90-х имя Анастасии Мельниковой узнала вся страна. Актриса сыграла Абдулова в «Улицах разбитых фонарей». Сериал получил Тейфи как лучший телепроект года, а артисты, исполнившие в нем ключевые роли, любовь зрителей и востребованность. Мельникова могла прославиться гораздо раньше, но в самом начале карьеры сделала вынужденную паузу. Супруг Вячеслав Тельнов настоял на том, чтобы избранница посвятила себя семье. Три года Анастасия держала обещания и играла роль идеальной жены, но тяга к искусству оказалась сильнее. Многие полагали, что из-за амбиции звезды брак распался, но так ли это было на самом деле? 19 сентября Мельниковой уже исполнилось 54 года. Анастасия росла среди врачей. Дед, мама и папа работали хирургами-онкологами. По медицинской стезе пошел старший брат Мельниковой Олег, а вот младший Александр стал юристом. Иную судьбу выбрала в итоге и Настя. Еще до школы она мечтала о сцене. Правда, поначалу речь шла о балете. Увы, преподаватели вынесли девочке жестокий вердикт. Из-за высокого роста и недостаточной пластичности дорога в хореографию была и закрыта. Вопрос самоопределения отошел на второй план, когда Анастасия впервые влюбилась в однокурсника своей матери. Позже девушка поступила в ЛГИТМИК на курс Игоря Владимирова, где училась с его дочкой Варии. К окончанию вуза Мельникова обрела новую любовь. На съемках афганского излома сблизилась с директором картины Вячеславом Тельновым. Получив диплом, Анастасия планировала уехать в США, куда ее приглашали играть на Бродвее. Однако избранник поставил условия сначала свадьба, мол, иначе актриса никогда не вернется домой. Артистка согласилась и вышла замуж за Вячеслава, хотя прекрасно знала, что в статусе свободной женщины не эмигрировала бы в Америку. «Мне предлагали там остаться, они фантастические профессионалы, но я русский православный человек и хочу жить здесь», – поясняла звезда. А потом на целых три года Мельникова выпала из профессии. Сразу после венчания супруг заявил, что актерство несовместимо с семейной жизнью. «Это был факт, и раз муж сказал, я так и сделала». Когда ушла, то искренне старалась, окончила аспирантуру в Театральном институте по кафедре сценического движения. «Написала диссертацию, просто не успела защитить, занималась искусствоведением и дизайном, пыталась заполнить жизнь чем угодно. В доме было чисто, рубашки выкложены, обед готов, но я понимала, что есть женщины, которые об этом мечтают. А у меня был запал на что-то еще», – откровенничала актриса. Анастасия впала в депрессию и серьезно заболела. Врачи прямо сказали ее родителям, что если ничего не изменится, она продолжит чахнуть. Тогда артистка пришла к супругу и заявила, что устроится в театр, хотя он и против. Вячеслав понял жену и разрешил ей выйти на работу. Почему же спустя семь лет влюбленные все равно разошлись? По словам актрисы, просто в какой-то момент они стали друг другу не нужны. После развода артистка наконец смогла с головой окунуться в работу. Звездной для нее оказалась роль Анастасии Абдуловой в сериале «Улицы разбитых фонарей». Картина получила всероссийскую известность. А Мельникова, Алексей Нилов, Сергей Селин и Александр Лыков вмиг стали народными любимцами. Коллеги крепко подружились и отныне отмечали праздники вместе. В конце 2001-го артистка забеременела. Поначалу умело скрывала этот факт от товарищей. За первые три месяца женщина набрала 10 килограмм, что подметили коллеги. Однако живот под свободной одеждой не разглядели. В больнице артистка провела совсем недолго. На следующий день после рождения дочки Маши она уже стояла на съемочной площадке. Кто же был отцом ребенка? Не считаю возможным об этом говорить. Настолько оберегаю личное пространство Маши, что хочу защитить и его, отвечала Мельникова. Кроме него все знают три человека – моя мама, дочь и я. Когда-то Маша попросила, поехали к нему. Я была не против, но предупредила. Малыш, у тебя есть волшебный, удивительный образ отца. И он может повести себя не так, как ты ожидаешь. Если ты сейчас не поедешь, то останешься жить в своей сказке и не разочаруешься. И Маша согласилась со мной. Может, я сделала ошибку. Анастасия продолжила играть в сериалах на криминальную тематику. В бандитский Петербург, опера, хроники убойного дела, литейный, впрочем, на образе стража правопорядка, она не зацикливалась. Так артистка засветилась в телефильмах «Идиот» и «Казус Кукотского», в мелодрамах «Всегда говори, всегда два» и «Бес». Особенной стала для звезды работа в картине «Спасти Ленинград». Лента была непосредственно связана с историей семьи Мельниковой. Мой папочка в мае 1941-го поступил в военно-медицинскую академию, а в сентябре их курсантов ВМА и артиллерийской академии доставили на берег Ладожского озера, чтобы вывезти из Ленинграда. Он с моей бабушкой уже сел на баржу. Но тут пришла телефонограмма о наступлении немцев. Папа сошел на берег, а с ним сбежала и бабушка, чтобы не оставлять сына одного. Как только баржа отплыла, на их глазах в нее попала бомба из немецкого самолета, и судно пошло ко дну. В этот же день от берега отошла и баржа 752, о которой идет речь в этом фильме, рассказывала Анастасия. Самым удивительным оказалось не то, что режиссер Алексей Козлов пришел к Мельниковой домой, чтобы пригласить ее на роль матери, ключевой героини. Как вдруг услышал, что кто-то играет на рояле в соседней комнате. У Маши был урок музыки. Увидев 15-летнюю девушку, Алексей решил задействовать ее в эпизоде, а потом и вовсе предложил главную роль. Анастасия отговаривала постановщика, мол, девочка еще мала для такого уровня драматургии. Однако Козлов был непреклонен. Играть на одной площадке с мамой было страшно, но Маша справилась с волнением, четко следуя рекомендациям режиссера. Так в династии врачей появилось уже две актрисы. Мария поступила в театральный вуз и начала пробоваться на интересные роли. «Маша и еще одна девочка, у которой есть возможности, самые скромные на курсе. Они работяги. Они могут перевернуть этот мир», – отмечала Анастасия. Артистка добилась успеха в кино, начала играть в театре, сниматься в рекламе, благодаря чему купила собственную квартиру и сделала там ремонт. Ну а как же личная жизнь? Актриса утверждала, что не имеет права создавать семью до тех пор, пока этого не сделает ее дочка. Как же тогда объяснить информацию о тайной свадьбе Мельниковой, просочившуюся в прессу, в 2017-м? Знакомые Анастасии утверждали, что она расписалась в Петербургском ЗАГСе с избранником Сергеем. На церемонии присутствовали только близкие друзья и дочка. Мы были у Анастасии Рюриковны в гостях в конце 2016 года. Делилась Алена, один из волонтеров проекта помощи старикам. Они с дочкой передали в подарок дедушкам и бабушкам домашнее соленье. Сергея дома не было, но мужские вещи заметили. Здорово, что Анастасия нашла свое счастье. Вопреки слухам о браке, во всех последних интервью Мельникова придерживается прежней позиции. Говорит, что под венец пойдет, если сложится, но пока все ее мысли связаны с наследницей. Кроме того, актриса говорит, «Пятый год борюсь с тяжелой болезнью. Говорить в деталях не стану». С детства запомнила слова мамы «Деньги, здоровье и личная жизнь», темы которой не обсуждаются. Но я не собираюсь сдаваться. Да, возможно, мое нынешнее состояние не лучший пример того, как должна выглядеть женщина после 50. А одна Мельникова старинит и толстей. Ну что подержать, я одна такая. Но несмотря на обстоятельства, перед операцией я даже сделала маникюр. После того, как отошла от наркоза, выглядела очень плохо. К счастью, сейчас состояние актрисы улучшилось. Она вернулась к работе, хотя вес ее по-прежнему намного выше, чем раньше.